Всем доброго времени суток! Меня зовут Алена, мне 47 лет, я живу в Умске. Я хочу оставить отзыв о марафоне с Веланей Лавровой по депривации сна. Начну с того, что я доктор, я врач-невролог, и для меня всё, что связано со сном, и всё, что нам прописали в науке, это вообще было священно. То есть это вообще, ну, то есть если ты хочешь какую-то болезнь вылечить, да, то есть, ну, моя рекомендация была в том плане, что нормализуй свой режим сна, еды и так далее, да, то есть с этого начинались мои рекомендации. И тут у меня случился такой когнитивный диссонанс, когда я вообще познакомилась с темой депривации сна. Безусловно, я об этом слышала, да, то есть потому что, причём не во врачебных кругах, а, ну, я смотрела, что Никола Тесла депривировал сон, то есть мне были интересны те состояния, которые достигаются депривации сна, так как параллельно я всегда занималась эзотерикой, и прокачать интуицию депривации, ну, у меня тоже такая была идея, давно уже, потом я как-то попробовала на силе воли, ну, ничего не получилось, у меня такая чугунная голова просто была невозможная. И тут вот летом опять ко мне влетела эта тема депривации, зашла я там в какие-то чаты, посмотрела, никто толком ничего не рассказывает, каждый делится своим опытом, как, что делать, ну, то есть вообще никакой информации нет. И тут, на моё счастье, я наткнулась, ну, каким-то образом, вселенная меня познакомила со Светланой, посмотрела, почитала, посмотрела её ролики, её образ жизни, то, как она себя исцелила с помощью, там, автономии, питания и так далее. И, естественно, да, то есть, когда я увидела, что у неё ещё и по депривации сна будет марафон, меня это очень сильно подбодрило. И на самом деле я очень долго ждала, то есть пока наберётся группа, думаю, ну, когда же, когда же, каждый день заходила, там, 50, 51, 52, потом 100, 103. Ну, всё, думаю, иначе скоро уже старт. Вот. Сначала вообще ожидания вообще не оправдались от слова совсем, ну, то есть какой-то вообще бред. Думаю, ну, вообще, ну, столько времени ждать, и тут раз, как это, просто у разбитого корыта. Потом постепенно стала вникать, 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 и больше вообще всё, что говорила Света, у меня вообще никак не оседало, да, скажем так, да, то есть как бы вызывала некую такую эмоциональную рябь, при этом никак не дисценировала с моим состоянием, ну, то есть такое ощущение, как будто бы она разговаривала на русском языке, но требовался переводчик для того, чтобы получить какие-то, какое-то понимание. А понимание пришло через тело, то есть тело перешло, ну, я перешла, перевела тело, мы с ним, с телом перешли на облегчённое питание, как-то незаметно для себя, во время марафона перешла на овощные соки, благо, что соковыжималка дома есть. В общем, вот так вот интересные такие процессы начались, и, ну, так как я уже депривировала сон, то для меня лайфхаки были вообще просто сногсшибательные, да, то есть в плане там позы, сна, какие ещё приспособы для того, чтобы там тело себя комфортно чувствовало. Ну, то есть это, ну, это просто вообще под карандаш. Потом, когда я уже стала это применять, и я так и думаю, вау, ну так, ну, никто этого не говорил, такая кладезь вообще в знании просто открылась. И, ну, в общем, сейчас я вышла на такую естественную депривацию, и, ну, в общем, всё сложилось так, как можно было ещё лучше. Планирую следующий марафон, потому что очень важный момент – это спорт и физической нагрузки, да, то есть я там тоже смотрела отзывы, кто-то там себя прям, можно сказать, тоже замотивировал на спорт, на досвета, да, то есть благодаря ей, её достижениям, её образу жизни, она вдохновительница наша. И я стала ходить, я стала ходить, стала ходить пешком, ходить по парку, в те часы, которые были рекомендованы особенно, и лёгкость, она не заставила себя ждать, то есть она прям в теле такая проявляется, лёгкость. В общем, информация бомбическая, не на уровне вербальности. И я теперь поняла, что мой ум ожидал каких-то супер там сверхформул, чего-то ещё, да, а информация зашла абсолютно на уровне энергетическом. И абсолютно для каждого, я так понимаю, так, как это должно было зайти. Я сейчас говорю за себя, да, то есть как бы, ну, мне она просто ещё дальше, дальше, дальше начинает распаковываться. Да, где-то там сложно, где-то ты там себя всё равно перебарываешь, да, то есть, но тем не менее, да, то есть это такое небольшое усилие. То есть я считаю, что если у тебя там какое-то небольшое сопротивление, то есть как бы, ну, на уровне такой болталки ума, ну, и потом ты идёшь и делаешь это действие, потом получаешь лёгкость и радость, то, ну, это нельзя отнести к аскезе, всё-таки это не через силу воли, в моём понимании, да, то есть поэтому игры разума ещё, безусловно, присутствуют, по поводу питания, в частности, по поводу сна вообще отпали вообще все вопросы абсолютно. Вот, как можно вообще перестроить свой организм, свою гормональную систему, то есть омоложение, регенерация клеток, то есть это вообще, блин, так круто и вообще поражает, почему у нас, ну, скажем так, в научных кругах и мало вообще исследований на эту тему, да, то есть они абсолютно единичные в плане лечения депривации сна, депрессии, в частности, да, то есть схемы есть, и на этом, собственно говоря, всё заканчивается, а всё остальное про мелатонин, который необходим, который нужен и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Единственное, что тоже есть исследования, кстати, по поводу того, что мелатонин таки как раз блокирует у нас выработку дофамина, ну, то есть вот это вот счастье, радость, удовольствие от жизни, кайд, да, ну, ничего, что прям вот такая идёт связочка, да, то есть на это никто не заострянет внимание, а то, что всех усыпить надо подряд, ну, как бы, да, пожалуйста, и всё это наука вокруг этого крутится. Поэтому, Светлан, огромнейшая-огромнейшая благодарность от всего прям сердечка, от всего сердца, и благодарю всех участников этого марафона за это общее поле, и, блин, вообще здорово, что всё это прям так сложилось, и буду дальше продолжать со Светланой идти дальше. Благодарю, Светочка, тебя за то, что ты прям возвращаешь меня к себе. Всех благ! Субтитры сделал DimaTorzok